Сегодня пришло одно неприятное известие. Оказывается, у нас есть Национальный совет телерадиовещания, который в последнее время превратился в какой-то карательный орган в последние пять лет по борьбе с инакомыслием. И вдруг неожиданно сегодня приходит молния, что по завершению карантина к нам грядет ревизер, то есть на канал КРТ, и что ими оказывается в 2019 году во время мониторинга было обнаружено какое-то там нарушение стандартов журналистики, закона о информации и прочего-прочего-прочего. А чему так, как вы вважаете? Чему все обгрунтовано? Конечно, это ларчик очень просто открывается, поскольку это типичная реакция административного аппарата, а у нас административный аппарат обслуживает олигархическую оккупационную власть, которая в Украине, на те болезненные точки, которые стал задевать канал КРТ. И здесь, на горячей линии, и ранее мы говорили о крупных проблемах в медицине, но кроме того, чтобы говорить о них, мы начали определенное журналистское расследование вместе с Дмитрием Васильцом, и готовим в будущем передачу, премьера, которая еще не состоялась. Однако то, что она не состоялась, мы уже начали расследование. Во-первых, пропажи масок из Госрезерва на огромную сумму, непонятные вещи о закупке с подачи президента за деньги какого-то частного бизнеса, масок в Китае. То есть мы эту тему начали рассматривать. Мы написали ряд заявлений в правоохранительные органы о работе рынка столичной. Кроме того, мы занимались спасением финансирования двух киевских больниц, финансирование по которым все-таки было открыто. Однако нами написаны ряд заявлений об уголовных правонарушениях на руководство города Киева, на руководителей управления здравоохранения. То есть мы готовим кейсы для наших журналистских расследований, и, видимо, задели чьи-то очень серьезные финансовые интересы, которые тянутся прямо аж в контору президента Украины, в мэрию и прочее, прочее. Мы хотим, конечно, долучить до нашей разговоры Святослава Протаса, экс-виконующего обовязки главы Державно-санитарно-эпідемиологической службы Украины у 2014-2015 годах. Пане Святославе, чи ви з нами? Скажите, пожалуйста, вы з нами. Доброе утро. Витаем вас. Скажите, пожалуйста, как вы ставитеся до того, что на телеканале КРТ плануют переверку через те, что задают наши журналісти постійно, не зручные запитания представникам Министерства охорони здоровья? У нас четвертая работа відокремлена від держави, тому будь-які спроби, намагання тиснути на незалежні медіа, це, звичайно, не добавляє владі краси. Тому я думаю, я взагалі не фахівець політології, але вважаю, що це є неприпустимо на сьогодні. Що плануєте робити ви наразі з цією заявою? Які будуть ваші наступні дії взагалі через те, що наш канал, який також піднімає незручні для когось запитання, збираються зараз перевіряти? Ну, касті чиновників багато чині невыгодно, даже население этой країни, походу, їм невыгодно. Лиш би ресурси оставили, а все уехали. Що ми будемо робити? Бороці, конечно, будемо. Це тучи сгущаються, це така проба сили от оперившогося нашого техніческого президента, от його хуйвайбинов, показати свої зуби гражданскому обществу. Гражданское обществе должно ответити, ми абсолютно не собираєшся отходити назад і с помощью канала КРТ і с помощью наших расследований покажем, хто, де, скільки украл у українського народу.